шалом десятина тема для многих из нас достаточно болезненные почему причин есть в принципе несколько и обычно есть сочетание нескольких причин разных в принципе есть три основных области где их можно искать эти причины первое это объективно тяжелые экономические условия которых живут люди вторая то как именно вообще не говорят о десятине они можно говорить очень по-разному и третье это человеческое сердце ум воля и финансовые привычки я попробую сначала немного пояснить первую и третью области основное наше время мы посвятим второй области в которой можно искать причины то есть тому как о десятине говорят и учат в общине в церкви и как эти учения соотносятся с писанием прежде всего объективно тяжелые экономические условия что значит объективно тяжелое это значит что вы не сетуйте на недостаток денег на пропитание намазывая каждое утро себе красную икру на свеженькую хрустящую белую булку это значит что вы действительно живете если не в полной нищете то очень недалеко от нее и это не ваша вина когда человек еле-еле сводит концы с концами просто потому что например в стране разруха или вообще и вообще нет работы а все сбережения съела инфляция это пример того что такое объективно тяжелые условия экономические и в такой ситуации будь ты самым трудолюбивым самым изобретательным и самым бережливым человеком на свете все это тебе не сильно поможет радоваться привести о том что бог претендует на 10 процентов твоих сегодняшних доходов ты можешь быть самым щедрым на свете человеком и если доходов у тебя сейчас или нет вообще или их едва хватает на черный хлеб то понятно что разговоры о десятине восторга скорее всего не вызовут моя молитва за этих людей которые прямо сейчас возможно живут в таких условиях только о том чтобы бог дал им хлеба и помог не потерять веру в него пока у них в желудке пусто вторая сфера в которой могут корениться причины раздражения испытываемого при слове десятина это мы сами возможно причина наших финансовых неурядиц через призму которых мы конечно же воспринимаем послание о десятине ни в чем бы то ни было внешним то есть не в экономике нашей страны или отрасли где мы заняты профессионально скажем в низких зарплатах или безработицы и даже не в учении нашей общины а исключительно в нас самих вариантов тут масса это и лень и жадность и неверие богу в вопросах обеспечения недисциплинированность не умение жить посредством и планировать расходы эмоциональное принятие решений то есть импульсивность например и масса других вещей в нашем поведении которые пагубно сказываются на нашем финансовом положении то есть другой человек нашего же возраста в нашего же состояния здоровья социального положения и профессии вполне смог бы прожить на 90 процентов наших доходов каким образом очень просто при тех же самых потребностях и кстати пожалуйста не путайте потребности с желаниями это совсем не одно и то же этот человек тратит меньше денег на их удовлетворение при этом совершенно не ущемляя себя в действительно важных необходимых вещах но мы не умеем например откладывать деньги а привыкли спускать всю зарплату сразу мы к примеру считаем что вот ходить в этот супермаркет ниже нашего достоинства поэтому мы покупаем ту же самую курицу по более дорогой цене супермаркете через дорогу и так далее и вместо того чтобы решать свои проблемы эмоциональные и прочее и затем менять свои привычки мы привычно сваливаем ответственность за наше финансовое положение на всех и вся в том числе конечно и на общину граждане пастора не учите жить помогите лучше материально если мы не говорим то может быть думаем так а вы не только не помогаете материально так вы еще и сами денег просите да еще ладно бы просто милостыню так нет целых десять процентов дохода вам вынь да положь вот у кого-то возможно есть именно такие мысли что на это можно сказать ну конечно же община ваша наверняка не идеально и в конце концов давайте рассуждать так ну до тех пор пока вы посещаете вот эту общину которую вы посещаете у нее даже нет ни малейшего шанса стать идеальной это то самое место где можно смеяться над собой разумеется ну и соответственно вполне возможно также и то что речь о десятине которые вы слышите с кафедры тоже не идеальны такие же люди из плоти и крови их произносят как вы и я но беда то в том что даже если в один прекрасный как вам кажется день о десятине с кафедры вообще говорить перестанут ваши финансовые проблемы вряд ли закончится в этот прекрасный день их решение нужно искать наверное все таки не за кафедрой а в нас самих вот после этого затянувшегося простите уж предисловия перейдем к основной теме сегодняшней передачи что же собственно говорится о десятине с кафедры или со сцены может ли быть так что учение о десятине вообще не тоже одна из причин нашего болезненного восприятия этой темы по собственному опыту могу сказать да однозначно далеко не все кто прижил призывает с кафедры к пожертвованиям делают это так как это делали царь давид в танахе читайте очень хороший пример того как он это делал в первой книге хроник или паралипоминон в двадцать девятой главе далеко не все это делают так как отдел павел в новом завете будучи истинными пастырями и давид и павел во первых показывали людям личный пример щедрости и жертвенности а во-вторых побуждали людей действовать из благодарности и любви к богу они из каких бы то ни было других мотивов и то же самое конечно относится к проповедникам обличающим людей в скупости я не уверен что все они обладают духовными полномочиями пророка малахии слова которого проклятие так любят цитировать во время этих обличений если позволите сказать пару слов лично о себе наибольший вред мне в свое время принесли я думаю те проповедники преуспевания которые призывали жертвовать на их служение то есть сеять семена веры как они это называли и обещали обильный финансовый урожай сегодня хорошо понимаю что своими речами и историями так называемыми свидетельствами правдивость которых проверить конечно же совершенно невозможно они фактически разжигали во мне алчность они любовь к богу и людям и это было сделать не трудно я уверовал в бога сравнительно недавно тогда когда я их слушал и понятие о деньгах у меня тогда были еще совершенно мирские но от этого сам факт разжигание во мне алчности они становятся менее отвратительным и конечно впоследствии мне было горько осознавать что первым кто в этой ситуации действительно пожинал финансовый урожай были они сами возможно и единственным некоторые из них жили не только из этих проповедников жили не только на вполне достойную зарплату которую им платила их церковь или служение но и так называемые благословения то есть на пожертвования которые они получали в конверте за проведенные собрания конференции и семинары и которые конечно же не фигурировали ни в каких финансовых документах а просто шли черным налом в их карман работая в качестве переводчика на различных конференциях и семинарах я сам не раз был очевидцем того как некоторые люди с мировым именем получали на руки тысячи долларов в конверте со словами аллилуйя бог так меня благословил спасибо вместо того чтобы просто еще раньше дать банковские реквизиты тому кто хочет пожертвовать им деньги но разумеется не свои банковские реквизиты не своего счета а реквизиты своей общины или организации это пример вопиющего отсутствие финансовой подотчетности когда такие явления вскрываются в деятельности государственных чиновников то их просто судят за коррупцию использование служебного положения в личных целях обман общественного доверия и так далее и совершенно правильно делают что судят но у нас среди верующих стандарты зачастую ниже они выше чем среди неверующих у нас все покрывается так называемой любовью а это очень печально и совершенно неправильно я не радуюсь за то чтобы журналисты и налоговики пришли в офисы общин и церквей их цели будут совершенно другими но у нас в каждой общине и каждой организации мессианской христианской должны быть свои собственные внутренние механизмы финансовой подотчетности и контроля и конечно же наша отчетность перед налоговыми и прочими государственными органами должна быть абсолютно безупречной это мое глубокое убеждение чтобы нейтрализовать вред причиненным не этими людьми я должен был во-первых простить им их обман и алчность а во-вторых принять решение не следовать их примеру никогда и вообще держаться подальше от их влияния писание очень ясно говорит о том что любостяжание то есть алчность это по сути идолослужение а это служение мамоне которое как любое идолослужение несовместимо со служением истинному богу вы спросите меня причем тут десятина ну при том что она была неотъемлемой частью их послания да и они десятина не преподносили как нечто само собой разумеющийся то есть ну вот примерно так хочешь чтобы бог благословил тебя материально начни с десятины о том правильно это послание или нет мы вскоре поговорим но нечистоплотность личная нечистоплотность этих людей когда она стала для меня явной стала также для меня и камнем преткновения восприятие их послания одно время я не хотел вообще ничего слышать ни о десятине ни о каких бы то ни было пожертвованиях вредным для меня было также законническое учение о десятине которое мне доводилось слышать не раз что значит законническое это значит надо федя надо если вы смотрели классический фильм о приключениях шурика закончество вообще интересуется только одним правильным поступком вот делай вот так потому что так надо так правильно а почему правильно так а не иначе и только ли а вот так правильно и уж если это надо то кому это надо и зачем оно надо ну что церкви надо это понятно почему тоже совершенно ясно оплачивается счета за аренду помещения коммунальные услуги зарплату руководства и сотрудников и так далее но надо ли это богу если надо то зачем и хорошо ли это для меня и в чем мне благо от этого если это для меня хорошо вот на эти все вопросы законничество не отвечает она просто уходит от них ты главное делай как надо и все говорит тебе законничество а думать много это вредно так можно и веру в бога потерять видишь смотри вот сюда видишь написано в библии десятина о кому надо ее давать чё написано священником кто у нас тут священники он сидят на первом ряду он стоит за кафедрой держит микрофон в руках правильно вот значит ты все понимаешь молодец теперь смотри ведерко видишь по рядам идет ведерко идет к тебе заранее вытащи кошелек клади туда свою десятину ведерко когда к тебе подойдет и после этого знай вот теперь бог тобой доволен а кто десятину не дает тем бог недоволен он много кем недоволен он ворами недоволен проститутками недоволен лгунами недоволен вот и теми кто десятину не дает он тоже недоволен очень недоволен что же я хочу всем этим сказать что надо воровать блудить врать и быть жадным, что не надо поддерживать свою общину. Или, может быть, я имею в виду, что, конечно же, так жить не надо, но благодать Божья, знаете ли, смотрит на это все сквозь пальцы. Конечно же, нет. Я не проповедую ни беззаконие, ни дешевую благодать. Очень надеюсь, что не проповедую. Я о другом. Я о том, что Бога интересуют не только наши поступки. В первую очередь, его интересуют не поступки наши, а наши внутренние состояния, наши мысли, чувства, наши желания и решения. Я говорю о том, что законничество, то есть акцент исключительно на то, что можно отрегулировать и проконтролировать с законом, то есть на поступки, действует на духовную жизнь пагубно. Истинная вера, безусловно, выражается в наших поступках, но суть ее, сердцевина, не в поступках наших, а в их утробе, в нашем сердце, зачинающем, вынашивающем и порождающем наши поступки. Бог ненавидит ложь, но рубить правду матку и угождать Богу – это совсем не одно и то же. Бог ненавидит измену, и благочестие, конечно же, подразумевает супружескую верность, но также и не исчерпывается ей. Оно включает в себя также чистоту рук, глаз и мыслей. Вор – не только тот, кто крадет, но и тот, кто украл бы, если бы знал наверняка, что не будет пойман. И так далее. Что же касается десятины, то мы должны, как мне кажется, сделать в этой связи две вещи. Во-первых, простить тех, кто говорил к нам о ней законнически. Они, скорее всего, не ведали, что творили, то есть хотели как лучше. Так что давайте простим их. В конце концов, мы сами не без греха, и Господь нас прощает снова и снова. Мы каждый день, по идее, просим у Него прощения за долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А заодно давайте простим и всех остальных, кто говорил о ней не вовремя, неправильно или с нечистыми мотивами. Это первое, что я вам предлагаю сделать. Во-вторых, мне кажется, было бы хорошо задать такой вопрос. Является ли десятина такой же универсальной общечеловеческой заповедью, как «Не убей, не прелюбодействуй и не кради». И вообще, что это за заповедь, в чем ее изначальный смысл, и претерпела ли она какие бы то ни было видоизменения с тех пор, как впервые вышла на сцену. Обо всем об этом в следующей части программы. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis.media.tv Иешуа. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями